Бывших спасателей не бывает. Абсолютно точно убеждаешься в этом, глядя на людей, которые, несмотря на выход на заслуженный отдых, продолжают оставаться в строю. В качестве добрых наставников молодого поколения спасателей, служа примером и ориентиром в профессии. В Бресте 300, в области 560 человек, за плечами которых приличный старший работа в МЧС. Самому старшему представителю 85 лет. Сегодня, будучи ветеранами пожарной службы, они регулярно собираются вместе. Знаковая для огнеборцев дата – повод особенный. Мы каждый год собираемся вместе и не раз. Сегодня, конечно, мы чествуем в связи с праздником наших, ну, нас чествуют, как ветеранов. Я представляю Брестскую городскую организацию. И, кроме всего прочего, я еще и работаю в Добровольном пожарном обществе, в областной структуре. Это организация, которая, будем говорить, идет параллельно с МЧС и выполняет те же задачи. Участвует в реализации государственных программ по предупреждению гибели людей и пожаров и так далее, и так далее. Мы по-прежнему в строю, по-прежнему близко возле МЧС и очень этому рады. В каждом из районов Брещины сегодня есть ветеранская организация спасателей. Деятельность их многогранной энтузиазма у представителей службы дня и ночи не занимать. Профилактическая работа с населением, мониторинг жилого сектора, участие в качестве учителей на тактико-специальных учениях – лишь малая часть задач, которые взяли на себя спасатели запаса. Они внимательно отслеживают обстановку в городе, они всегда в курсе событий. Спасатели для ветеранов – это не просто гордое звание, а образ жизни. Часто приходят к нам, интересуются нашими проблемами, дают соответствующие подсказки, поскольку у многих из них есть теперь свободное время, они очень активно читают периодическую печать, смотрят новости, анализируют ситуацию и на этой основе, конечно, дают нам соответствующие рекомендации. Служба их сплотила, ведь, как известно, МЧС – одна большая семья. Спустя годы ветеранов пожарной службы по-прежнему связывают товарищеские отношения, и эта дружба со стажем говорит о многом. Вне рамок мероприятий мы все дружим, проводим соревнования по рыбалке, рыбной ловле и много разных интересных мероприятий, поэтому живем полноценной жизнью. София Бережная, Эдуард Букунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.